Всем привет! С вами Валера и я продолжаю делать потихоньку кунг для Урала и покажу, что сейчас у меня получилось сделать, потому что, скажу сразу, что немножко моя работа застопорилась с тем, что у меня протянуло левую сторону и левая рука практически стала немножко нефункциональная. Но, тем не менее, что-то я попробовал сделать и покажу, что я сделал. Для начала покажу, что сделал по самому кунгу. Как вы можете видеть, я сделал здесь, установил по бокам расширительные такие вот арки, вот показываю с двух сторон. Арки делал, сразу скажу, из такого вот пластика квадратного. Пластик квадратный 2х2 мм. Его приклеил суперклеем, установил под углом. Так же самое взял эпоксилин. С эпоксилина нанес вот сюда вот имитацию расширения. Она у меня уже высохла. Потом ее буду просто аккуратно напильником обрабатывать, выводить в форму крыла. Так же самое будет сделано и с этой стороны. Что еще было мною сделано? Здесь все я зашпаклевал, все выровнял. Вот вы можете видеть, она у меня теперь все ровненькое, ничего нет. Так же здесь пришлось мне сделать, установить вот такую вот пластину пластиковую. Она получается как удлиняет кузов. Единственное, что здесь придется мне потом сделать, это когда автомобиль будет стоять на раме, вырезать вот эту просвет, сделать. Для того, что здесь будет рама увеличиваться и на этой стороне будет стоять запасное колесо. Поэтому там, как я посмотрел на фотографиях, оно так и сделано, что получается вот здесь вот эта часть, где дверь была, вот тут будет вырезана. Но это я потом сделаю. И что мне еще пришлось сделать? Это я сделал заготовки вот этих окон. Единственное, я только не сделал пока что еще заготовки для окон, которые на двери. Чтобы вы понимали, вот покажу, вот заготовки пластиковые лежат у меня для окон. Вот они, они сюда как раз вот подходят. Их потом просто надо чуть-чуть будет углы закруглить. Скажу сразу, какие у меня получились размеры, если кто будет из вас делать. Вот я так нарисовал вот тут. Можете посмотреть, что боковые окна, которые идут, вот эти большие. У меня размер получился 1,7 сантиметр 7 миллиметров и 1,2 сантиметр 2 миллиметра. Так же самое я сделал окно заднее. Тоже вот оно, окно заднее. Оно у меня получилось размером... Сейчас сюда приставлю. Так, да. Получилось 9 миллиметров на 1 сантиметр 7 миллиметров. И сделал окно, вырезал. Вот оно окно, получается, которое будет стоять здесь спереди. Это окно имеет размеры 1 сантиметр, 1 миллиметр и 2 сантиметра. Вот это мои размеры, которые я вот, я тут так изобразил. Вы можете посмотреть для себя, если вы делать будете такой кунг. Вот такие размеры. Можете их себе записать и уже их просто потом себе применить. Что касается вот этой части, то я, как я уже сказал, сейчас вот эпоксилин высохнет. Я уже так кузов примерял на саму модель и она как раз хорошо становится. И вот эти колесные арки, как раз вот эти 2 миллиметра, они очень хорошо лягут и будет смотреться так оригинально кунг, как и должно быть. Что еще я попробовал сделать, показываю тоже. Сделал сиденья. Я взял сиденья, которые у меня остались от вахты ЗИЛ-131. Вот эти сиденья. Вот они показывают. Я им единственное из скрепок сделал все ножки. Вот эти ножки, приклеил их сюда. Вот вы можете видеть. Скрепки обыкновенные, канцелярские использовал. Сделал вот ножки. И получится, что если взять даже вот мой пол. Ой, извиняюсь. Так, пыль немножко. Вот пол. Сиденья будут установлены. Вот так вот стоять. Вот приклеиваться будут стоять вот так вот на самой модели. Единственное, что задние сиденья, скажу сразу, я буду использовать от моделей УАЗ. Сейчас я вам покажу, какие. Я взял сиденья от УАЗика 469. Вот эти сиденья. Я с них отрезал спинки. Вот эти поручни спинок. И сиденья установлю вот сюда, сзади. Будет стоять три сиденья вот так вот. И уже потом будет приклеиваться. И так как здесь тех сиденьй маловато. Я не знаю, возможно, попробую еще, может, два сиденья добавить с этой стороны. Вот так. Тоже от УАЗика. Но это еще пока под вопросом. Пока что сиденья, если будут ставиться, будет стоять вот тут такие три сиденья. Вот УАЗика в задней части. А по бокам будут установлены вот эти лавки сиденья от вахты, которые у меня остались от ЗИЛ-131. Поэтому вот такой вот у меня получился пока что маленький краткий ролик. И я надеюсь, что я сейчас уже скоро, как говорится, выздоровлю. И буду займусь уже плотно данной моделью. Конечно, я вам все это покажу. И обязательно, что я сделаю и как я буду это делать дальше. Поэтому я хочу вам сказать большое всем спасибо, кто смотрит мои видео. Большое спасибо всем моим подписчикам. Тем, кто подписывается на мой канал. Всех вас, конечно, поздравляю с наступающими праздниками. И большое спасибо, конечно, за ваши пожелания, комментарии. Я все это читаю, отвечаю и по возможности. И мне это очень приятно, что вы со мной. Вы со мной уже год. Уже пошел второй год. Поэтому всем вам большое спасибо. И будет продолжение дальше того, что я делаю. На этом вот такой вот краткий ролик я заканчиваю. С вами был Валера. И пока, до встречи.